Креатин Конкретно касаемо креатина. Креатин, конечно же, хороший продукт, который может поставлять и быстро ресинтезировать АТФ. Нужен когда мы начинаем заниматься и только входим в основной режим, в костях тренинга, приходим в зал, работаем хорошо, но нам не хватает как раз-таки этой энергии. Креатин очень хорош в первых началах тренировочного цикла, особенно в первые шесть недель. Он быстро реализует, наполняет АТФ мышцы, именно клеточные структуры и с ним удобно работать. Далее уже после шестой недели, когда вы работали с тренировочным процессом, и Руслан сказал, что 2000 калорий иногда хватает, но иногда их не хватает. Тут все зависит, как вы питаетесь своей подкорной жировой клетчаткой, и также ее утилизируете на энергообеспечении. Поэтому, скажем так, креатин после шестой недели, он, как правило, уже плотного тренинга не всегда важен. И опять же, до каких видов спорта. Если мы говорим про тренажерный зал, то уже можно переходить на другой комплекс забавок. Если циклические виды спорта, то креатин там является, конечно, неотъемлемой частью все время. Сама основа, в первую очередь, креатина в том, что есть формы различные. Их делали на рынке, синтезировали биотехнологи. Они сначала сделали соли креатином, а гидратную форму. Они начали ее тестировать по всякому разному. Потом в сфере этого решили, почему бы ее не соединить с органическими кислотами. Так, соответственно, они бы соединяли ее с янтарной, с яблочной кислотой. Может быть, вы слышали, креатин мало такого плана. Органические кислоты входят в энергетическое обеспечение. Для циклических видов спорта такой креатин, да и, в принципе, для тренажерного зала, он весьма как бы лучше усваивается и помогает быстрее вступить в энергообеспечение. Лично для себя я отметил основным фактором, который креатин работает очень хорошо. Это, конечно же, уже креатин, соединенный с костерным остатком. Креатин фосфат. Это на данный момент самая активная форма креатина, которая, в принципе, и усваивается и на аноноотлично, в первую очередь, потому что основной вход и активация креатина вот идет через фосфорный остаток. Поэтому я считаю, что это самая лучшая форма. В России есть, но цена будет такая, что, поверь, тебе гораздо выгоднее моногидрат приобретать. Плюс в любом случае фосфорное основание, после того, как буфер моногидрата отваливается в соли, в целом креатин находится фосфор, потому что креатин фосфат, это твоя энергия, она дает тебе реакцию. А так есть, есть у нас четырехкомпонентный креатин, но он, значит, он в капсуру. Да, это удобно брать с собой. Вопрос бюджета. Ведь я к этому, ну, честно и искренне, да, есть, например, у нас гейнер Макбитрин с сывороткой, правда, у него есть белок, углеводы, все супер. А есть гейн про, он стоит в два раза дороже. Там есть мука, амаранта, там есть овсяное толокно, там семена че, там три глицериды, средние цепочки МСТ масла. То есть, ну, это прям такой продукт, который не видит, не уход, не про бренды, не американский, европейский. А знаешь, белокисцентенов разные. Амарантовая мука, микро-макронутриенты, содержание натурального глистерона в амаранте довольно-таки высокое само по себе. Это разные продукты, разные сегменты. Значит, вот есть люди, которые приезжают на Майбр, и он хочет гейнер, но я не хочу есть мальтой. И вот для него блестящая банка, огромная, дорогая, с супер-крутым составом. Он, да, реально крутой, он очень хороший, но не значит, что простой гейнер чем-то хуже. У всего своя цель, своя суть. Состав честно написан, цена честно в два раза ниже. И, как я уже сказал, сахар неплохо, это энергия. И мальта, это отлично. Усваивается супер-быстро, размешивается здорово. Там хороший швейцарский белок, хачдорф, сыворот, который мы используем. Отлично. Они просто разные. И у кого-то своя цель. Дело на самом деле в том, что, конечно, прием зависит, когда ты принимаешь. Вместе с едой, когда уделяешься желудочный сок, да, там, наверное, не дойдет чистый креатин, который именно в чистую соль. Если мы говорим, соответственно, что прием, осуществленный тебе совершенно корректно, у тебя нет проблем с повышенной особенно кислотностью, что действительно влияет на соль и креатин, то усваивается он очень хорошо. То есть есть люди, которые действительно испытывают очень сильную от него диарею. И это может быть и не связано совершенно с кишечником. Он может быть здоровым. Но усвоение креатина, соответственно, достаточно хорошее идет. И в дозировках, скажем так, чтобы определить, вот вообще освоить полностью энергообмен, и чтобы я хотел бы детально это закрепить в вопрос, очень простой способ есть. Есть показатель креатин-космокиназа. Этот фермент как раз-таки тот, который расщепляет креатин-фосфат, отщепляет от него фосфорный остаток и донирует ее. Поэтому, если у вас в крови креатин-кеназа, а фосфор-кеназа именно она очень высокая, у спортсменов, поди-билдеров, профессиональных, там, свыше 100 кг, она порядка за 5000 бывает. То есть это мощные системы пуферные, которые, в принципе, не требуют подпитки креатина изгна. И поэтому ферменты можно также после у нас видеть уже в концентрации креатива. Нужен он или нет? Все мы знаем, опять же люди, что креатив синтезируется у нас в печени. Если мы суперздоровые люди, и бывает так, что генетически отдаленный усейн-болд бежит, да, и он бежит быстро, очень резко, как бы, эти системы запускаются, то есть у него активно и мощно так, что, в принципе, ему никакой креативности не нужен. Но лишь единицы. Что такое загрузка креатина? Я вам расскажу, зачем нужна загрузка креатина. У вас быстрее кончился креатин. Все. Все, что произойдет от загрузки креатина. Окей, кушать всего 40 грамм. Но 5, 5, вот так работает. Реально, всегда. 35, 10 туалет. Замечательно. Банка кончилась, через неделю идем до новой. Ну, почистились заодно. А, полезно. Нет, на самом деле не очень полезно, да. То есть любой избыток креатина, избыток любых витаминов, это все плохо. Это же нагрузка, это нужно выводить. Поэтому вот загрузка, это маркетинг. Многие постоянно, да. И интересно, что можно не 5, можно 1 грамм добавлять. Вот на постоянную слою. А вы же знаете, где-то сколько креатинов говядины? 5 грамм, это сколько. Да, то есть сколько бы ты 7 говядинов, понимаешь. Поэтому, действительно, можно.